всех приветствую соберем сейчас очередной системный блок под rtx 4090 у клиента сейчас пока 3070 такая видеокарта на перебиться мне в такую видеокарту чтобы просто перебиться кстати интересно это gain ward феникс такой очень хороший охлад и клиент уедет 4090 и под это дело соберем компьютер в данном случае у нас не будет вот этих монструозных корпусов по типу ли англии либо термил тайка у нас будет все подчинено вот этому девизу квадратиш практиш гуд то есть корпус вроде 8000 стоит с одной стороны дорого с другой стороны а найдите еще корпус куда можно разместить трехсекционную водянку чтобы был запас по вот это вот ширине от видеокарты чтобы поставить этот дурацкий переходник данном случае здесь идет такая вот подставка под видеокарту прикольного вида ну и охлаждение здесь довольно таки неплохое с этой стороны можно два вентилятора поставить еще знаете такая вариация тоже корпуса ли англии можно сказать ну и все расстояние есть смотрите все у нас в виде дверок корпус белом исполнении не было черного такого это у нас корпуса gaming ms x3 ну а клиент сказал мне и белый понравился в общем корпус у нас будет вот такой причем мы даже сейчас лишних вентиляторов стоять не будем продукт здесь замечательный корпус объемный для воздуха прозрачный я думаю что даже 40 90 поставить и проблем не будет водянки у нас не было с подсветкой но в данном случае клиент говорит мне подсветка не нужна но и хорошо лт 720 хотя подсветочка да будет этого водоблока блок питания с одной стороны перебор с другой стороны привозил я блок питания на тысяча пятьдесят ватт почти в тот же ценник причем платину от термилтейк и он не совсем не понравился он был шумный причем довольно таки сильно шумный хотя там потребление было 600 ватт платины вообще не должно было включать вентилятор но тем не менее термилтейк вообще не зашел а вот эти корсары зашли этих корсаров есть только беда в кабелях они не гнутся выглядит стремновато сейчас обычно все плоская ну опять же клиент сказал мне на красоту неописуемо плевать ну почти очередная за 690 ультра от гигабайта серия аурус данном случае у нас вроде как 8 плюс 4 пин и кажется должно быть 8 плюс 8 но количество воспитания здесь по моему 20 традиционно будет два накопителя традиционно это будут самсунге один у нас будет 908 из прошка под windows 2 будет 980 под линукс ну и скорее всего потом добавится какие-нибудь создана копить и для игр потому что тарабайт ника сейчас уже маловато тем более это компьютер только для игры так понимаю но пока будет жесткий диск на 2 тарабайта western digital есть спросите какой жесткий здесь самый лучший для хранения это вот фиолетовый выдэшка память будет kingston hyper x fury на 5600 мегагерц на по моему сороковых таймингах если не ошибаюсь или 38 по моему сороковые относительно недорогая это не память на 6 гигагерц которая стоит 1000 на 3-4 дороже ну и процессор был у нас последний по халяве который мы привезли до нового года а и 5 13 600 кей причем его посчитали за 28 500 на ценники сейчас ушли так что вот определенную халявку клиент получил при том что клиент хотел изначально 13 700 кей но и говорю вот смотрите можно десятку сэкономить и клиент согласился я считаю что этот этот процессор избыточен кстати говоря интересный момент из-за того что назвали процессор кора и 5 они не такие популярные как тот же 7 12 700 который примерно тех же денег стоит причем этот у нас процессор 14 ядерный 20 потоков и 7 12 700 12 700 кей это 12 ядер тоже 20 потоков там 8 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных но здесь у нас 6 высокопроизводительный у и пятых и 8 энергоэффективных но по факту вот эти лишние четыре энергоэффективных ядра плюсом дали большую производительность в общем и 5 13 600 кей мощнее чем и 7 12 700 кей такие дела сейчас все это дело под соберем ну и посмотрим что у нас получилось в блоках питания серии платина обычный вентилятор не крутится реализована функция фан стоп ну даже у голдовок иногда такая функция тоже присутствует кпд настолько высокая что в нагрев ничего не уходит вообще моем списке самых лучших блоков питания на первом месте стоит аэрокул project 7 вот такое дело то есть аэрокул я считаю самым лучшим мы его реально там 700 ваттный блок питания грузили на 800 ватт по розетке только через полчаса этот вентилятор начал крутиться но блок питания остался холодный вот у меня у александра такие блок питания сейчас стоят в компах домашних привозили мы сессоники на 1300 ватт привозили вот термилтейк серия платина и тот и тот начинали вентилятор включать и довольно таки было шумно при том что термилтейк не совсем не понравился но корсар корсар топ то есть хороший блок питания не знаю почему-то в ю тубе не любят эти блоки питания че их не любить единство что мне не нравится это вот такая вот оплеткой внутри то ли кондер там какой то ли резисторы не знаю то есть они не гнутся вообще никак и смотрится стрёмно вот единственная проблема этих блоков питания но это скажем так кому что больше нравится вкусовщина ну и традиционно как только мы ставим 13 поколение мы забываем перепрошить bios а потом уже дай-то бог как на это материнское платье есть отдельная кнопочка вот она маленькая беленькая когда можно bios перепрошить даже если процессор у вас не подходит но в данном случае мы не забыли и сейчас f5 bios который не поддерживает 13 поколением мы прошьем до 23 а bios а который появился буквально вот 6 января так что имея за часа 90 и 13 серии чаще всего нужно иметь под рукой еще 12 серии процессор что гигабайты что все остальные бренды довольно таки долго тормозят с применением новых bios of серия уже давно пошла без смотрите 21 года 17 декабря 21 но неудивительно что 13 серия у нас здесь и не стартует но 23 bios а наклепали уже первый раз я вижу такую фишку производителя когда чтобы вот это вот допустим крепежка не падала у сборщика производить позаботился и туда присобачиваю какой-то магнитик смотрите обалдеть это очень полезная штука ну дипкулу честь и хвала ну и фишка номер два этой водянки это вот такой вот съемный колпак с подсветкой по-другому это не назвать реально колпак он прикрывает у нас болты и если бы этот колпак не снимался водянку на такую материнскую плату невозможно было бы прикрутить samsung 980 это писи экспресс 3 0 980 про это писи экспресс 40 ну и скорости 3 500 а здесь почти 7000 мегабайт секунды такой вот радиатор у нас охлаждает ssd накопитель сверху площадка охлаждает связи создан накопитель ну вот такая вот тяжелая железка нас радиатор охлаждает и чипсет и ssd накопители во втором третьем четвертом слоте по моему один здесь разъем вот этот может с от интерфейсом работать все остальные с писи экспресс этот разъем напрямую с процессором работает эти про напрямую с чипсетом так что 980 про ставим у нас в этот разъем ближе к процессору чтобы работал с процессом не снятые пленочки на процессоре мы уже проходили вот скоро будем проходить не снятые пленочки на термопрокладках я думаю что это будет повально вот так вот это все дело бросить крышкой накрыть и никто же не увидит ну нет я об этом буду знать по хорошему конечно все эти кабели которые лишние они отстегиваются и не мешают но огромное количество нас есть примеров когда эти кабели все теряются либо при переезде либо еще как-то и мы в обязательном порядке все кабели пристегиваем и пытаемся хоть как-то все это дело уложить здесь просто запредельное количество всевозможных кабелей здесь только на видеокарту 4 полноценных плеча 2 по 8 пин ну вот есть определенная ниша хотя бы сюда это все дело уложилось сюда еще мы поставим жесткий диск в целом в целом все будет хорошо то есть если не бенч р-23 в мультипотоке набрал наш 13 600 кей 24 1200 попугаев 61 градус температура процессора вентилятор начинает гудеть это мы еще сейчас немножко выставим чтобы при таких температурах работал у нас компьютер заметно тише а так без каких-либо проблем справляется водяночка 3d mark spy у нас набрал 15 тысяч попугаев я думаю что на сегодня есть играть даже в 4к разрешение можно спокойно довольствоваться и такой видеокартой и не переплачивать за 40 90 но 40 90 набирает 33 тысячи попугаев вот на этой конфигурации то есть больше чем два раза мощнее чем 3070 ти но на этом наверно все по системе тестом у нас все прошел все прекрасно у корпуса из интересного есть такой разъемчик тайп си я сначала даже не заметил бы спокойно это все дело подключилась ну и хорошо что у нас удалось подключить вот эту вот типу проводов я боялся что суда это все дело не поместится все оказалось гораздо проще вот такая вот вариация за сто двадцать восемь тысяч 700 рублей без видеокарты системного блока под 40 90